У России в ближайшее время не будет своего оружия против спутников в космосе. Пока даже непонятно, имеет ли РФ вообще возможность успешно вывести на орбиту такое устройство. Об этом пишет политика со ссылкой на людей из разведки США, знакомых с ситуацией. Отмечается, что хотя Россия продвигается вперёд в своих попытках разработать новый, опасный ядерный потенциал в космосе, она точно не готова развертывать такие системы в ближайшем будущем. Москве всё ещё требуется завершить работу над противоспутниковым оружием с ядерными технологиями. США сейчас активно обсуждают такие усилия Кремля. Но непонятно, сможет ли Москва успешно запустить его на орбиту, если даже она усовершенствует такое оружие, говорится в статье. Авторы пишут, что обсуждаемый тип систем, вероятно, планируется нацелить на уничтожение спутников, включая американские. Это может нарушить коммуникации по всему миру и военные операции США. Тем не менее, противоспутниковое устройство не сможет атаковать объекты на Земле. Издание также напоминает, что Москва является участником договора о космосе, запрещающем размещение на орбите ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Джо Байден на своём брифинге также дал понять американцам, что этого пока не произошло, и он сильно сомневается, что вообще произойдёт. Более того, президент заверил жителей США, что для них нет никакой реальной угрозы, так как данные, гипотетические системы РФ, не смогут бить по наземным целям. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ об этом очередным приёмом американского правительства. По его словам, таким способом Вашингтон пытается правдами или неправдами побуждать Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег Украине. Продолжение следует...